На территории Дворецкого сельского совета 2170 домовладений. Охватить все сложно. Обследование домов, в том числе с целью профилактики, в составе смотровых комиссий проводится в первую очередь среди социально уязвимых категорий граждан. Пожилых людей, инвалидов, многодетных семей и семей, в которых дети признаны в социально опасном положении. У нас в комиссии 22 человека всех, но там по направлениям. Если мы сегодня работаем по многодетным, то вот школа входит, сели с полком, потом РОД, ШС, РОВД. Еще недавно семья Кендрук имела приставку с отрицательным оттенком СОП. Стала на учет в связи с тем, что отец продолжительное время не имел постоянного места работы. А в семье 9 детей, мама в декретном отпуске. Относились к этой категории, чаще приходили? Да. Там ежемесячные посещения, МЧС, школа, райсполком. Приходили довольно часто. Все проверяют, детские спальные места, холодильник. Ну все, как это, он из себя делает свою работу. И делают ее, надо сказать, ответственно. Отопление у вас не на твердом топливе, а на газовом котелом. То есть твердотопливым котлом вы не пользуетесь? Нет. На разъемном. На разъемном. Если вдруг что-то сломается в этом котле, мы вызываем газовиков. А тоже еще? Да. И вот он нам переключает. Сотрудники МЧС проверили наличие пожарных извещателей, напомнили про своевременную смену элементов питания в них, рассказали о последствиях курения дома, оставлении приборов включенными. А условия воспитания детей проверил директор дворецкого яслисада средней школы. Убедился в наличии рабочего и спального мест для каждого ребенка, принадлежности для занятий и одежды. На исправление, если есть недостатки, обычно проводится социальное расследование. Ну и как бы семья дается там до месяца на исправление, если там что-то серьезное. Эта семья вернула статус благополучной, а проверка доказала, дети растут в комфортных условиях. Посетили и другую многодетную семью, которую, к слову, пользуются и печным, и электрическим отоплением. Правила эксплуатации печей и котлов спасатели напомнили. О последствиях безответственности рассказали. Чтобы не выпало уголек, не выпал, чтобы доступ детей не был, чтобы дети не могли взять спички и открыть, взяться за горячее что-то, дымоходы проверять. Ответственный подход таких дел – гарантия безопасности. Нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования – основная причина пожаров в Лунинецком районе. Обстановка с пожаром на территории района в текущем году сложная. Наблюдается рост пожаров и гибели. С начала года произошло 45 пожаров. Это на 13 пожаров больше, чем в прошлом году. Также в этом году, к сожалению, уже погибло 5 человек. За год в среднем смотровые комиссии обследуют около 650 домовладений агрогородка. И эта работа доказала эффективность. София Бережная, Тигран Акапян, телерадиокомпания «Брест». Продолжение следует...